Теперь можно прокачивать бравлеров за гемы. Нет! Нееет! Привет, меня зовут Поззи! Сегодня мы вместе с тобой разблокируем нового бравлера в Бравл Старсе. Как вы все, наверное, знаете, Бравл Старс обновился. Тут появилось целых два новых бравлера. А еще, возможно, скоро появится и третий бравлер. Но это я вам сказал так, чисто по секретику. Открываем с вами Бравл Па, заходим в раздел квеста и что вы сейчас видите? Нанесите 500 тысяч единиц урона и тогда вы разблокируете бойца Грея. У меня уже есть 480 тысяч урона, мне осталось сыграть буквально одну катку. Для того, чтобы набить так много урона в кратчайшие сроки, я играл в захват кристаллов. У меня это заняло буквально минут 15-20. В общем, этот бравлер самый простой бравлер, который можно было разблокировать. Итак, я играю за Честера в захват кристаллов, и сейчас я вам покажу самую крутую тактику. В общем, в самом начале вы сразу же пытаетесь пропушить центр. Мы точно с вами знаем, что один игрок у нас Сквик здесь зависает, получай Сквик! Вырубаем Сквика, отлично! Наш Несквик готов. Так, здесь мы с вами видим Грея, мы не палимся с вами, не палимся, не палимся. Мы должны их перехватить, когда они наберут побольше кристаллов. Давай, Грей, давай-давай-давай, вернись обратно в сторону спавна, я знаю, что ты хочешь. Сквика они вынесли, окей, мы просто с вами ждем подходящего момента. Всё, вырубаем его, да! А, включаем отхилку, дамажим Сквика, и мы с вами перехватили все кристаллы, отлично! Так, ульта, 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 замедляю. А, я потерял немного кристаллов. Ну как немного? Я потерял много кристаллов. Я потерял 5 кристаллов. Нет, 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 главное сейчас не подвести свою команду, иначе это будет очень тупо. Так, Сквик, опа. Не дотянулся до него ультой. Надеюсь, это будет последняя катка, когда я набью полное количество урона для того, чтобы разблокировать последнего Бравлера. И это у нас Грей. О, да, ребятки, я выполнил эту ачивку. Мы сейчас с вами сможем получить нового Бравлера Грея. Итак, какой у нас по редкости мифический? Конечно же, 9-й мифический боец. Артахром? Что это вообще такое? Грей мог бы объяснить, но он не особо разговорчивый. Что такое артахром? Если честно, меня самого заинтересовал этот вопрос, что такое артахром. Ну что ж, как вы, наверное, догадали, в сегодняшнем ролике мы с вами полностью прокачаем Бравлера Грея, мифического нового бойца, а также поиграем за него. Я уже играл с тиммейтами, у которых есть Грей, но я по-прежнему не знаю, что он умеет. Пальцы пистолетиком. Это мы уже с вами видели. 1160 урона. Это немаленький урон, скажу я вам. Дальность большая. Скорость перезарядки высокая. Здоровье 3300. Плюс-минус, как у Честера. А, супер. Дверь в другое измерение. Грей создает для себя и союзников двери, с помощью которых может как убегать, так и нападать на ничего не подозревающих врагов. Интересно, как работают эти двери? Нам нужно будет с вами это протестировать. Что ж, давайте я его сейчас прокачаю немного. У меня есть немножко очков силы. Я думаю, что на несколько уровней нам хватит. Конечно, гаджеты мы с вами не разблокируем, но все же. Выбираем с вами Бравлера Грея. И давайте мы с вами сыграем в одиночную ШДшку на шестом уровне силы. Два дня, два новых Бравлера на моем канале. Вы должны поставить лайкос под этим видосиком. Ребята, если бы вы хотели получить этих двух Бравлеров, обязательно поставьте лайк под этим видосиком. Чем больше лайкосиков мы с вами соберем, тем лучше. О, нет! О, божечки мой. Офигеть, зачем я установил портал вот так вот? Странно. Эль Прима на меня напал. Что ж, мне сейчас придет конец от Эль Прима. Если бы он нанес по мне удар, я бы уже откинулся. У меня было 50 хп. Вот преимущество играть с ботами. Любой бы нормальный игрок тебя бы уже давно вырубил. Ну вот куда он упрыгал? Почему он меня не атакует? Если честно, мне не нравится играть за дальников. Мне не нравится играть за Бравлеров, на которых нужно играть на дистанции. Это сложно, я считаю. Так, смотрите, я устанавливаю один портал здесь, другой здесь. Почему? Почему он так странно установился? Почему именно здесь? Он как будто бы просто в рандомных местах устанавливает эти порталы. Ну-ка, давайте я вот здесь поставлю. Ааа, на месте смерти моего противника устанавливается портал. Теперь понятно, как это работает. А потом в том месте, где ты остановишься. Кстати, у меня сейчас очень удобно порталы расположены. Он меня ищет восьми бит, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Усилялку он поставил. Так, где ты, где ты? Ага. Он тоже решил убежать из кустиков. Я тебя догоню. О, нет! Что? Мы друг друга вырубили? Как-то понимать, я занял второе место. Если на таких начальных этапах тяжело играть за Грей, то я не представляю, что будет, когда мы с вами наберем 200, 300, 500 кубасов. Я знаю, это звучит немного, но мне уже сложно играть за него. Просто, ну, не мой бравлер. Он мне не особо нравится. Хотя это мифический бравлер. У нас появилась за один месяц одна лего и один мифик. Я такое первый раз вижу, чтобы за один месяц все сразу. Ладно, давайте мы с вами попытаемся еще разочек. Без первого места я в любом случае не собираюсь уходить. Меня сейчас вынесет Шелли. Ну, конечно. Господи. Это будет очень тупо. Ты меня не достанешь отсюда. Так, выносим Шелли. Отлично. Лучше не автоатачить за этого бравлера. Он плюс-минус как Пайпер. Только чуть-чуть побыстрее. Возможно, я ошибаюсь. Ой-ой-ой. Так, добиваю автоатакой. Еще плюс одна баночка. Там у нас Динамайк, у которого много банок. Пять банок. О, нет. О, нет. Что, давай устроим пробежечку с тобой. Если бы у меня не было банок, я бы уже упал. Слился бы на шестом месте. Это был бы полный позор. Где же установить-то портал? Ах ты. Так. Он противнику ставит портал. Теперь-то я все понял. Я не вижу, куда я стреляю. Честное слово. Они настолько тоненькие, эти линии. Блин, ни разу по нему не попал. Боже мой. Ни разу по нему не попал. Ближе нарисовал портал. Давай. Опа. Иди на меня. Давай на меня. Ты что, слабак что ли? А? Эль Примус. Ты же большой. Ты громила. О, сейчас они сразу начнут баттлиться. И я должен подтянуться к этой битве. Это мой шанс стопроцентный. Затащить. Затащить мой стопроцентный шанс. Нет. 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 Второе место на 16 кубках. У меня не получается. Сегодня явно не мой день. Заходим в магазин. Может быть тут появились какие-то новые акции на прокачку. И конечно же их здесь нет. Но зато у нас с вами есть Бравл Пасс. Где я могу тоже получать очки силы плюс кредиты. Это очень хорошо. Так, 40 штучек выпало. Еще раз 40. Отлично. 170 очков силы у меня есть. А нужно 210, чтобы разблокировать хотя бы первый гаджет. Во время следующей основной атаки Грей бросает трость, которая притягивает врагов на небольшое расстояние. Ладно, придется сыграть еще несколько каток за этого Грея, чтобы прокачать его. Хотя бы до гаджетов. Я не говорю уже про звездную силу. Ёлки-палки. Я все потратил на Честера сегодня. Как бы это смешно не звучало. Так, давай, иди на меня. Иди на меня. Куда побежала? О! Ух ты. Я тебя не заметил. Ого, сколько банок в ряд валяется. Это все для меня? Это все для меня? Спасибо. А, смотрите, я все-таки могу портал устанавливать. Куда хочу. О, боже мой. Я не додумался зажать кнопку с порталом. Ха-ха-ха. Он у меня автоматически ульту использовал на то место, где находится соперник. Теперь понятно, как это работало. О, боже, я чувствую себя таким тупым. Вы не представляете. Ладно, выносим Динамайк, а тут было без шансов. Этот бот сам решил сдаться. Мы с вами получаем 10 кубков наших. Первое, первое место. Он снивает шляпу, он танцует такой позе. И ты справился с этим нереальным челленджем? Ха-ха-ха. Это просто шикарно. Давайте я прокачаю еще на один уровень. Теперь можно прокачивать бравлеров за гемы. О-о-о-о-о-о-о-о. А следующий уровень будет стоить целых 178. Давайте-ка мы с вами вначале купим гаджет. Это у нас рост. Звездная сила, симуляция травмы. Когда здоровье Грея находится на максимуме, следующий полученный ему урон снижается на 25%. Ну, неплохая такая, знаете, способность. Я бы не сказал, что супер крутая, но все же. Девятый уровень силы Грея. Офигеть, теперь можно прокачивать бравлеров за гемы. Бравл Стар стал совершенно другой игрой, честное слово. Это намного дешевле, нежели донатить миллиард гемов на открытие сундуков. Ну, сейчас мы весело поиграем. Так, от меня не уйдешь? Хи-хи. Ты бежал по прямой, ты серьезно? Оп, телепортировался очень вовремя. Моя третья банка. Ну, урон, я вам скажу, не маленький у Грея. 2111, и это на девятом уровне силы. Если бы я разблокировал какую-нибудь экипировку на него, то он бы был достаточно сильным бравлером. А если бы на Честера, то он был бы просто имбовым бравлером. Я не говорю про сильным. Я скажу, имбовым. Хи-хи-хи-хи. Офигеть. Не, на самом деле телепорты это очень крутая штука. Я остался против була. Давай, давай, давай. Давай на меня. Давай на меня. Все, все. Испугался, да? Испугался? О, о, о. Вот, я здесь. Эй, эй, эй. Давай, через кусты. Иди за мной. Он сваливает в кусты. Он убежал на центр. Ага. Он решил спрятаться в своей среде. Ну, что ты думаешь? Я не знаю, где ты. Ты сейчас отбегаешь весь этот круг. Ладно. Использую гаджет. О-о-о. Я спалил его. Я спалил его. Так, портал ставлю сюда. Давай. Забегаем обратно. Ага, вот он. Блин, как я по нему не попал? Так. О, он сам решил слиться. Хе-хе. Добежишь до меня? Добежал. Первое место! А что, если мы сейчас ему вкачаем снаряжение еще? 178 гемов. Так, первое у нас разблокировалось. Скорость. Сверхредкое снаряжение. Ускоряет движение в кустах на 20%. Восстанавливает здоровье на 50%. Делает видимыми противников на 2 секунды после получения ими урона. Добавляет щит. И увеличивает урон. Если осталось менее 50% здоровья. Ускорение движения в кустах. Конечно. Можно прятаться в кустах и вообще быть как Пайпер на все 100%. Следующий уровень сколько будет стоить? 288 гемов? Нет, спасибо. Я, пожалуй, это потрачу на Честера. Честер мне больше нравится, чем этот бравлер. 288 гемасов. 11 уровень. Хо-хо, а на Честер можно установить увеличение урона на 15%. И я думаю, что еще щит. Конечно же поставить щит на него. Гемов теперь не хватает на полную прокачку. Ну и ладно, 10 уровень силы я считаю, что тоже неплохо. Теперь мы с вами сыграем с одним снаряжением. Ребята, пишите в комментах, кто вам больше нравится. Честер или же Грей? Честно сказать, мне многие говорили, что Грей реально имбовый бравлер. Но он мне почему-то не нравится. Не знаю, он какой-то медленный. Как будто что-то не то с ним. Ой. Что я сделал? Я использовал ульту и телепортировался прямо на пене. Класс! Набрать на нем тысячу кубасов невероятно сложно будет. Он какой-то не очень сильный, не очень имбовый. По сравнению с теми бравлерами, которые выходили последнее время в Бравл Старте, он реально пока что самый слабый. Среди всех этих бравлеров. Ну, телепорты он может ставить. Но, по-моему, такое уже было. У кого-то. Не могу вспомнить у кого. Я точно знаю, что Гейл может ставить батуты. И кто-то тоже ставил телепорты. Или я ошибаюсь? Ааа, я все забыл. Ёлки-палки. Так, Нита. Блин, с тобой лучше не связываться. С тобой лучше не связываться. Нита. Так. Ладно. Мы там сами как-нибудь. Оп. Телепорт. Уничтожил. Отлично. И Ниту, и Рика. И это у нас сразу плюс 2 банки. Эээээ. Что происходит с Wi-Fi? Давайте притяну какого-нибудь бравлера поближе. Так. Опа. Добил, добил, добил Джесси. И добил Карла. Первое место. Ну что ж. Бравлер достаточно прикольный. Но знаете что? Я бы за него не стал бы играть все время. Хочу еще поменять значок персонажа. Давно пора было это сделать. Поставлю себе меху. Ну а теперь давайте мы с вами сыграем за Честера. Мы с вами его прокачали до 11 уровня силы. Это максимальная прокачка, скажу я вам. Нет, давайте-ка я, пожалуй, поменяю. Все-таки одну способность у него. Увеличивает урон, восстанавливает здоровье на 50% эффективнее. По-моему, вот это тоже достаточно прикольная штука. Сейчас я вам покажу, как занимается первое место спидраном. Для этой карты, конечно, было бы лучше всего использовать ускорение. Но, знаете, я подумал, что мне впадло. 5 тысяч урона. О май гад. О май гад. Раз. Два. Пу-у-у-уши-иш. Шесть с половиной тысяч хп. Так, кто здесь у нас? Ой-ой-ой, ты меня напугал. Но у меня же здоровье восстанавливается на 50% эффективнее. Точно. Ты совершенно про это забыл. Так, я его слеганца запутал. Всё, я готовлюсь нажимать на эту кнопку Быстро дамажить его Вынес, вынес, вынес Полинский Вот этот пунктир, который остается после пульки Он почти что невидимый Я реально на него не обращаю внимания Когда ты играешь, ты не особо сфокусирован на выстрелах других соперников Так, сверху у нас кто? Гриф Почему-то все начали неожиданно играть за грифа Мне это совершенно не нравится Может быть я пропускаю какой-то хайп тренд? Так, нет С тобой отнимиться не буду, Грей Мне никогда не нравилось тиммиться с другими игроками Потому что я и так прекрасно знаю, что я смогу затащить кого угодно Давай, ещё раз выстрели по этому ящику Один разочек, просто попади по нему Ай, молодец, спасибо за банку Хе-хе-хе-хе Этой баночкой я тебя и прибью Спасайся Беги А что ты будешь делать? А что? Всё, всё, ты в ловушке, да? Ой, дымок-то тебя дамажит немного Правильно понимаете, это не нравится, да? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, дамажит Дамажит Хе-хе-хе Он наезжает к водичке Ты не хочешь отдавать мне банку? Ну иди-ка ты в баню, а Я остался один на один А где же, где же последний может находиться? Ой, Байлинский У него 10 банок Чёрт возьми Он может быть где угодно Ладно, я его буду поджидать, чтобы я смог резко вернуться Бой Я победил чувака, у которого было 10 банок Это просто имба Ну что ж, ребята, большое вам спасибо за просмотр этого ролика За два дня я разблокировал целых двух новых бравлеров Если ты хочешь тоже получить этих бравлеров Обязательно подписывайся на канал Ставь свой лайк под этим видосиком И увидимся с вами в следующих видосах Адьос Спасибо за просмотр!